Здравствуйте! Вы смотрите программу «Круглый стол». Сегодня 6 августа, а 8 августа во всей стране отмечается День физкультурника. Поэтому мы не могли обойти мимо этого праздника и пригласили сегодня в студию людей, которые занимаются развитием физкультуры и спорта в Чувашской Республике. По последним данным Минспорта России, 37% жителей Чуваши занимаются физкультурой. Это шестое место среди 82 регионов РФ. Так ли это? И что нужно сделать, чтобы увеличить этот процент? Может быть, увеличить количество команд, которые выступают в первенстве в чемпионатах России? Об этом будем говорить сегодня у нас в гостях. Президент Федерации баскетбола Чувашской Республики, главный тренер команды «Чебоксарские ястребы» Сергей Худаев, заместитель министра физкультуры и спорта Алексей Яковлев и президент Федерации футбола Михаил Багаратов. Здравствуйте. Алексей Николаевич, первый вопрос вам. Министерство спорта озвучило такую статистику. Шестое место среди 82 регионов. 37% жителей Чуваши занимаются физкультурой и спортом. Это действительно так? Да, действительно это так. Чуть больше 37%, 37,4% у нас занимаются систематической физкультурой и спортом. Это та категория населения, которой мы, как привыкли говорить, это официальная статистика. Это люди, которые ходят в организованных группах, занимаются или спортивной секции, кружки. Вот. Конечно, есть еще категория людей, которые у нас не попадают под эту статистику. Возможно, наверное, где-то и больше систематически занимающихся физкультурой и спортом. Поэтому задача... А это какая категория возрастная? Это дети, взрослые, пенсионеры? От шести лет и в неограниченном количестве возраста. Мы считаем от шести лет. То есть они ходят в секции, в спортивные клубы, плавают? Спортивные школы, в спортивные секции, в спортивные кружки. Бывают бесплатные кружки, коммерческие кружки. Вот это все организованные группы, которые мы сегодня отслеживаем, и получается такая статистика. Но детские кружки, детские секции, они, по-моему, все бесплатные? Ну, в спортивные школы у нас сегодня все работают на бесплатные основы. Но есть некоторые спортивные федерации, особенно вот восточные единоборства, они, конечно, оказывают платные услуги. А остальные секции, конечно, все бесплатные. И еще такая статистика была в этом отчете Министерства спорта Российской Федерации, что 80% детей занимаются в спортивных секциях. Это так? Ну, наверное, так, потому что сегодня, кроме спортивных школ системы Министерства спорта Чувашской Республики, у нас очень большая сеть развита разных спортивных секций, кружков по линии образования. Есть у нас даже по линии культуры, других общественных объединений тоже есть. Поэтому мы считаем, что, в принципе, достаточно это конкретная цифра, которая сегодня говорит о том, что спортивных кружков, спортивных секций у нас достаточно большого количества. А есть какие-то такие федерации, спортивные секции, которые выходят к вам с предложением открыть отделение спортивных школ? Ну, что-то необычное. Например, Федерация Айсштока, например, Чувашской Республики. Ну, спортивные федерации, они все работают на основании федерального законодательства в общественном объединении. Поэтому много сегодня в республике спортивных течений, более 60 видов спорта сегодня культивируются в нашей республике. И, конечно же, любое новое начинание, любая новая спортивная дисциплина, для нас это только нам придает дополнительный, скажем так, только стимул для того, чтобы количество занимающихся спортом настолько увеличилось. Ну, тем более гольф, олимпийский вид спорта, насколько я знаю. Поэтому, конечно, это виды спорта нельзя отнести к массовым видам спорта, конечно. Это в большей степени занимается этим видом спорта. Так, это игорь население, кому это интересно, кто этим постоянно где-то занимался, имеет какую-то квалификацию, конечно, таких у нас достаточно мало в республике, но, тем не менее, они есть и создаются. Вот мини-гольф у нас очень активно развивается. Все зависит от инициаторов, от людей, которые сегодня возглавляют той или иной спортивной федерацией. У нас Семенов пришел мини-гольф развивать Николай Петрович в принципе, и движение, оно откинуло, пошло. И людям это интересно занимаются, площадки появились у нас сейчас. Поэтому мы только приветствуем любое спортивное начинание. Михаил Викторович, ну вот я понимаю, что, наверное, с вами многие могут поспорить, но почему-то в России очень много людей любят футбол и называют, наверное, спортом номер один. Там все болеют, все играют и все, самое главное, разбираются в футболе у нас в России. И очень много упреков бывает, что в Чувашии нет своей команды, которая играет в чемпионате России. Есть такая команда, каковы у нее достижения, каковы успехи, кто играет в этой команде? Ну, во-первых, пользуясь случаем, хотел бы всю спортивную общественность нашей республики пригласить на финал Кубка Республики по футболу, который состоится в рамках празднования Дня физкультурника 8 августа на стадионе Парк Локреевский, стадион Труд. Игра состоится в 15 часов. Это первые команды. И ветераны у нас в этот же день играют за право обладания Кубком Республики. Игра у них состоится в 12 часов. Что касается вашего вопроса, нам грех жаловаться на массовость и привлеченность взрослого населения или детей, юношей, старшей юношей. Охват у нас очень большой. У нас в высшем дивизионе играет 10 команд взрослых. Каждая из этих команд, в обязанности каждой из этих команд, это клубный зачет. То есть каждая команда высшего дивизиона за собой еще несет старших юношей, юношей и детей. Это клубный зачет. В первом дивизионе у нас порядка 21 команды с охватом города Чебоксар и с охватом районных центров. И во втором дивизионе у нас 7 команд. Вот массовость такая. Это с учетом того, что каждая команда заявляет по 25 человек. Это вот уже то, о чем мы говорим о массовости. Также в эту массовость входит ветеранский футбол. У нас в Периместре Республики по ветеранскому футболу играют 14 команд ветераны. Как раз вот финал Кубка у нас как раз будет проходить. Ну вот я говорил о массовости, о которой вы задали вопрос. Массовость вроде бы есть, но качественного толчка этой массовости мы не видим вот уже на протяжении нескольких лет. То есть есть команда любительского дивизиона, третьего дивизиона. Она вроде каких-то успехов там добивается. Два года подряд были третьими при Воложье, МФС при Воложье. Стали в прошлом году обладателями Кубка при Воложье. Но ввиду финансовой невозможности не выехали в финальную часть в Сочи, потому что не было финансовой возможности. Сколько нужно было денег? Ну где-то в пределах там, я не знаю, затрудняюсь сейчас сказать, но где-то деньги должны были небольшие. Ну что ж у нас в пределах 400 тысяч, там 300 тысяч. Ну что ж никто не мог найти деньги для того, чтобы наша команда выехала? Ну, республика маленькая, федерации и любителей, занимающих спортом много, поэтому тут не всегда находятся такие средства. Вот то, о чем вы спросили. То есть команда играет, но нужна какая-то поддержка все-таки? Да, и команда неплохая. Спонсор нужен титул. Да, команда неплохая. Вот в этом году Министерство спорта, я считаю, что нам очень сильно помогло, потому что на данном сезоне мы существуем, то есть команда существует только за счет, благодаря финансовой помощи Министерства спорта. Испубликанский бюджет? Совершенно. Не бюджет, а вот нашли бюджет, деньги. Да, да, да. И спонсоров нашли, и деньги нашли. Динамо, которое на себя в начале сезона какую-то часть пообещала взять, ну, как говорится, не помогает. То есть зарплатная часть полностью не выполняется. А игроки? Игроки все местные? В начале сезона было у нас три легионера, как это принято. Но ввиду финансовых затруднений легионеры вот после первого круга ушли в другие регионы. Ну, я считаю, это не только мое мнение, мы вполне можем показывать качественный футбол, достойный футбол своими воспитанниками, своими ребятами. Ну, то есть мы не очень заинтересованы и не очень зависимы от легионеров. Сергей Алексеевич, насколько вы зависите от легионеров? Команда выступает достаточно успешно. Второй сезон пошел, да? Да, команда в этом году будет выступать второй год. Она уже как бы... Если в том году мы играли в высшей лиге чемпионата России, то в этом году мы добились права выступать в суперлиге чемпионата России класса «Б». Это уже как бы следующая ступень развития баскетбола. Я считаю, что это большой успех чувашского баскетбола. И, как бы сказать, от легионеров мы зависим, но не до конца. Костяк команды у нас составляют все местные игроки. Это 8 человек у нас. Мы планируем, что в нашем составе в этом году в команде будет 8 человек местных игроков. И порядка 5-6 человек будет приезжих. Где берем местных игроков? Это все воспитанники чувашского баскетбола. Это дюша по баскетболу имени Грекова. Также есть городов и районов Чуваша. Это Салат, Риска, Наша. Ну, у чувашского баскетбола, так же, как у чувашского футбола, достаточно богатая история. Была в прошлом команда букет Чуваши. Сейчас Чебоксарские ястребы. Вы только за счет бюджета финансируетесь? Или у вас тоже есть какой-то спонсор? Или вам нужны спонсоры? Нам спонсоры нужны. У нас, конечно, есть внебюджетные поступления. Но их как бы не хватает. Но мы стараемся сами зарабатывать эти деньги, искать спонсоров. Но на сегодняшний момент у нас генерального спонсора нет. По поводу спонсора, по поводу развития, может быть, детского футбола. Недавно услышала такую информацию, что Федерация футбола Российской Федерации подписали договор или соглашение с Федерацией футбола Германии. О том, что после чемпионата мира, после чемпионата Европы, который прошел в Германии, команда национально показала не очень хороший результат. И они подписали, разработали новую программу для того, чтобы появились новые игроки. И сейчас команда Германии одна из самых сильнейших в мире. И появились новые игроки, имена которых на слуху всех болельщиков футбола. И сейчас, насколько я поняла, что Федерация футбола вышла с инициативой, с предложением немецким футболистам каким-то образом поделиться, может быть, методикой, методическими своими знаниями. До нас доходила такая методика. Мы вообще можем участвовать в развитии футбола, чтобы у нас тоже появились люди, которые, возможно, продадим одного хорошего игрока, оплатим поездку в Сочи. Конечно, сегодня требования, особенно в игровых спорт, они достаточно быстро меняются. Надо, чтобы конкурентом быть на уровне международных стартов, надо все, конечно, постоянно надо что-то менять. И эта работа, она никогда не прекращалась. Здесь новые методики, новые имена появляются. Конечно, мы стараемся с ними постоянно работать, сотрудничать. Но, возможно, наверное, еще недостаточно. Вот этого уровня квалификации у нас и специалистов, и футболистов пока не совсем высокого уровня. Но, тем не менее, я же, как уже говорил, в принципе, мы развиваемся, строим материальную базу, искусственные футбольные газоны запускаем в республике. И, конечно же, это очень большой плюс для того, чтобы в наших климатических условиях можно было круглый год максимально большое количество играть на этих футбольных полях. Поэтому работа, она ведется. Надеюсь, что в ближайшее время и крытый манеж у нас для футболистов появится, потому что это уже востребованность. Нужно, чтобы команду держать круглый год, команда должна где-то тренироваться. А, к сожалению, пока у нас в республике вот таких крытых манежей нет, мы планируем. Очень хочется надеяться, что в ближайшее время вот такие работы у нас в республике будут успешно произведены. Михаил Викторович, ну вот создают для вас базу. Появятся игроки? Ну, как тренерского состава, так и игрокам совершенства нет предела. Мы надеемся, что у нас в США в холостую работать не будут. Там есть определенный тренерский состав. Такой, я считаю, что это рабочий. Они тоже выезжают на семинары для совершенствования, какие-то методические разработки тоже осваивают. У нас есть единичные представители наших игроков, которые играют. Например, в Нижегородской Волге играет у нас представитель. Я так думаю, что появятся ребята, есть востребованность в наших игроках. То есть будем учить, будем развиваться? Конечно, да. Алексей Николаевич, вот вы сейчас сказали про строительство крытого манежа для футболистов, крытого помещения. Ну вот, насколько это будет загружено, насколько сейчас работает Чебоксара-арена, открытая у нас в июне, потому что ходили разговоры, вот открыли, обратно закрыли, никто там тренироваться не будет, все это показуха. Насколько загружены вообще спортивные комплексы Чувашские? Вообще мы ведем ежемесячный мониторинг. У нас есть отдельный смотр-конкурс по загруженности спортивных комплексов по республике. И, исходя из этого, в принципе, где-то около 65% от проектной мощности эти спортивные комплексы как бы не загружены. Это действительно очень считается большой показатель, потому что если по Российской Федерации взять этот показатель, то где-то в районе 40-45%, а у нас более 60% по загруженности спортивных сооружений. Поэтому сегодня современные комплексы они нужны, они пользуются большим спросом населения. Если в начале мы не совсем были уверены, что спортивные комплексы, они пойдут как активный народ, в принципе, сегодня, как я уже говорил, людям нравится ходить эти спортивные комплексы. Мы считаем, что благодаря этих спортивным комплексам нам удалось завлечь ранее не занимающихся спортом людей, это и пенсионеры, это и другая часть населения. Более 50 спортивных сооружений в республике у нас за последние 10 лет построены. И, конечно же, это не предел. Мы видим, что особенно в Чебоксарах большая нехватка спортивных сооружений. Если взять по обеспеченности от нормативов, у нас в республике спортивными сооружениями обеспеченность составляет около 45%. В Российской Федерации это показатель составляет 29%. Все равно, куда стремиться. Но, тем не менее, сооружения современно нужны. Потому что сегодня мы понимаем, не создав современных условий для населения, очень сложно будет созвать к активным занятиям физкультуры и спорта. У нас была программа физкультурно-спортивных комплексов на селе. До 2015 года программа федеральная, у нас, я считаю, реализована на территории республики достаточно успешно. Мы по выполнению индикаторов этой программы в Российской Федерации действительно вошли в первую шестерку. Программа была нацелена на строительство по месту жительства спортивных комплексов для населения. Сейчас новая программа принята. То же самое, в принципе, она тоже будет направлена на строительство малобюджетных уже спортивных сооружений, то же самое по месту жительства. И параллельно, конечно же, ведется строительство региональных центров олимпийской подготовки стоимостью до 500 миллионов рублей. Кроме этого, строительство плоскасных спортивных сооружений, это вот, как я уже говорил, это футбольные площадки с искусственным газоном, со современными беговыми дорожками, стоимость которых составляет около 25 миллионов рублей. Это тоже направление, оно будет реализовано в ближайшее время. Хочется надеяться, что индикаторы, которые были запланированы новой федеральной программой, это до 50% населения до 2020 года мы должны привлечь к занятиям скульптурой и спортом, и обеспеченные спортивные сооружениями мы должны увеличить около 60% нормативных требований. Михаил Викторович, вот вы сказали, что вы не видите, скажем так, у вас нет проблем с массовостью, да? У вас как федерации есть дети? Отбор серьезный? Федерация баскетбола, у нас федерация баскетбола реализует программу развития баскетбола среди школьников и студентов на территории Чувашской Республики. Эта программа долгосрочная, мы уже реализуем ее в течение 7 лет. У нас есть определенные успехи, определенные достижения. По школьникам я могу сказать, что эта программа уже существует на территории Чувашской Республики 8 лет. Количество команд, которые принимают участие в этой школьной баскетбольной лиге, порядка 400 команд ежегодно участвуют. Чтобы стимулировать развитие баскетбола и как бы поощрять деятельность тренеров в сельской местности, в городах, федерации баскетбола, каждой команде, которая заявилась на эти соревнования, дает 6 баскетбольных мячей. Мячей определенного качества, я не скажу, что они плохие, они не резиновые, синтетическая кожа. И в связи с тем, что сейчас доллары и евро подорожали, цена этих мячей, я бы сказал, что сейчас существенно поднялась. Это как бы дает стимул для развития, для занятий физической культурой, в частности баскетболом, на территории Чувашской Республики. Эта программа многоцелевая. Начинается она с проведения соревнований внутри школы. То есть определяются дети, заинтересованные в том, чтобы заявиться на эти соревнования. Каждая школа, которая заявится, она уже получает как бы 6 баскетбольных мячей. Проводится первенство школы, потом проводится первенство района. Это на втором этапе определяется победитель района. Потом идут отборочные соревнования на территории Чувашской Республики. При проведении этих всех соревнований задействованы все физкультурно-спортивные комплексы, которые были построены в каждом районе. Но мы проводим не во всех комплексах, стараемся расширить географию. Но все это проходит по территориальному принципу, чтобы каждому району было проще добраться. То есть вы задействуете комплексы, которые у нас в республике? Да. Мы вообще все соревнования по баскетболу, как первенство Чувашской Республики среди детей, как и чемпионат Чувашской Республики проводим не в одну неделю в городе Чебоксары, а проводим сначала предварительные отборочные соревнования, которые проходят в ФСК, у нас есть уже определенные ФСК, где наработана работа, и районам центры определенных 5-6 районов, чтобы им было добираться удобнее, не ехать к городу Алатарию в Чебоксары. Мы финальную часть проводим только в Чебоксарах, а все предварительные соревнования по всем возрастным группам проводим в районах, то есть развиваем баскетбол в районах. Если раньше о баскетболе в Комсомольском районе не было слышно, что уже последние где-то два года они прогрессируют очень сильно. Это Комсомольский район прогрессирует, Аликовский район прогрессирует, потом Марпасадский район. Вот если раньше как бы баскетбол был в Алатаре, в Ночебоксарске и в Алатарском районе, ну в Шумерле, в таких городах, Алатарский район, Алтышево, то я могу сказать, что школьная баскетбольная лига в этом году победила школа с Марпасадского района, где в школе обучается всего 120 детей, и эта школа стала чемпионом школьной баскетбольной лиги среди девочек. Они в прошлом году были вторые, а в этом году стали чемпионами. Это говорит о том, что баскетбол развивается не только в городах и в городе Чебоксары, но и в районах Чувашской республики. Так вот, вопрос отсюда. Действительно ли лозунг советских времен от массовости к профессионализму, он до сих пор актуален? То есть массовый баскетбол, массовые соревнования, массовые соревнования футбольные, массовые соревнования, наверное, в других видах спорта, не в игровых, а в индивидуальных. Это действительно на самом деле так. Мы можем дождаться, в конце концов, каких-то профессиональных спортсменов, которые прославят Чувашу не только в легкой атлетике? Ну, я как могу сказать, что у нас вся работа как бы поставлена, она целевая является. И вот в развитии программы идет развитие школьного баскетбола. Дальше она переходит плавно в развитие студенческого баскетбола. У нас есть студенческая баскетбольная лига, где участвуют все команды вузов, СУЗов, колледжей. Мы знаем, что у нас была очень сильная баскетбольная команда, это педа университета, которая, да, ЧГПУ «Бизон», она два раза была четвертое место занимала среди всех вузов России. Но студенты как бы выросли из-за своих штанишек, как бы сказали, уже стали мастеровитыми. Закончили. Да, закончили все вузы. И как бы созрела проблема создания профессиональной команды. Два года команда играла в первой лиге чемпионата России и привозка федерального округа. И вот с того года у нас появилась настоящая профессиональная команда, которой костяк этой команды, как я уже говорю, являются наши родные чувашские баскетболисты. В составе в первой пятерке выходят три человека, которые наши легионеры, они тоже помогают чувашскому баскетболу. Но я не скажу, что они как бы играют основную роль. Все равно у нас ставка делается на местных игроков. Если у нас в прошлом сезоне три человека играли в других клубах за другие команды, то в этом году все они будут играть в нашей команде. То есть мы вернулись, убедились, что надо играть там, где вас воспитаны, где были вложены в вас деньги. Они согласились с этим. И сейчас на первых ролях у нас в этом году команда намного сильнее, чем в прошлом сезоне. И, естественно, задачи совершенно другие. Как бы преемственность, то, что дети стремятся сначала играть в школьный баскетбол, потом хотят попасть, поступить в лучший вуз, где сильные баскетбольные команды. После окончания они уже смотрят, что у нас есть когда профессиональная команда, они хотят попасть в эту профессиональную команду. А мы тоже делаем для этого свои усилия, привлекаем молодежь, проводим мастер-классы. И в этом году при формировании команды мы провели сначала отбор среди местных игроков. Мы всех желающих через интернет собрали все заявки. Но было где-то порядка 40 заявок у нас. То есть мы просмотрели всех, независимо от уровня их подготовки. Какая это? Подготовка-то прямо у вас. Мы всех желающих, кто хочет попасть в команду. У нас были основные игроки наши, чебоксарские. Они вместе с ними потренировались, посмотрели. Они сразу оценили уровень своего мастерства, на каком уровне они находятся. Потому что у детей еще есть большое самомнение о себе. Пока они не столкнутся с профессионалами, то, что они видят, им кажется одно, когда они тренируются вместе с ними, они сразу ощущают свои возможности. То есть человек может сразу утвердиться, как готов он играть в этой команде или нет. Сам уже. Сначала провели среди местных игроков. Это дало большое подспорье всем. То есть каждый мог прийти и на будущее будет знать, что да, можно потренироваться с чебоксарскими ястребами. Можно попасть в эту команду. Потом мы, значит, через интернет собрали заявки из среди иногородних. К нашему великому изумлению, этих заявок было намного больше, чем от местных игроков. Да, мы ожидали. Было порядка 68 заявок, чтобы приехать сюда на просмотр. У нас была проведена большая институционная работа. Мы всех не пригласили. Мы проработали каждого игрока, посмотрели, как он играл, где он играет. И пригласили 10 человек сюда на просмотр. У нас были сейчас просмотровые сборы. По результатам этих просмотровых сборов мы на данный момент пока только 3-х человек оставили в команде. Михаил Викторович, у вас такая же системная подготовка? Я полностью согласен с тем мнением, что все зависит от активности той или иной федерации. То есть, если федерация занимает активную позицию, как говорится, хочет играть, то, естественно, и будет результат. То, что актуальность от массовости к большим достижениям, она и до сих пор остается, как говорится, востребована. Но на определенном этапе, где массовость должна перерасти уже в мастерство, мы никак не можем обойтись без поддержки государства и без поддержки спонсоров. Потому что вот этот переходный период, он и является определяющим для баскетбола, для футбола, для хоккея. Но сейчас в наше время все мы знаем, что без финансовых каких-то вливаний мы никуда далеко не продвинемся. Ну, у вас, наверное, сезон близок к завершению, да? А у вас только начинается. Когда? Что касается внутриреспубликанского чемпионата, у нас футбол круглый год. То есть, летом у нас чемпионат регулярный. Летний чемпионат. Да, летний чемпионат, кубок республики. Заканчивается летний чемпионат, и кубок республики наступает осенний период. Мы плавно переходим в мини-футбол, то есть в залы. Вот, мини-футбол пользуется бешеной популярностью и среди взрослых, и среди ветеранов, и среди детей, и среди всех предприятий. У многих организаций мини-футбол включен в спартакиаду. Заканчивается мини-футбол, то есть в зимний период мы плавно переходим из спортзалов, опять же на те площадки спортивные, уже у нас зимнее первенство. Зимнее первенство, то есть полностью регулярно. Кубок зимний тоже проводим. Зимнее первенство заканчивается, наступает уже весна. То есть у нас круговорот футбола в природе получается. А у вас сезон когда начнется? У нас сезон начинается в сентябре месяце. Ну, у основной команды в сентябре месяце с Кубка России начинаются отборочные игры по Кубку России, а чемпионат начинается с 12 октября. А так массовый баскетбол у нас так же, как и футбол, это круглогодичный. То есть у нас есть тоже уличный баскетбол, который мы играем летом и стараемся. Мы сейчас продвигаем новый вид, это уличный баскетбол, это один на один, который завоевывает. Сейчас большие соревнования проводятся как чемпионаты мира, чемпионаты Европы, один по баскетболу один на один. Также популярен баскетбол 3 на 3. Чемпионаты проходят очень сильно. В России проходили, в Москве в том году. Очень популярен, потому что он демократичный. У нас очень много площадок, которые во дворах построены. Дети там занимаются на этих площадках. Есть у нас специальная такая баскетбольная лига, которую мы курируем и всячески поддерживаем, когда все дети на определенных площадках в каждом районе есть 2-3 площадки, где собираются по вечерам дети и играют там школьники, студенты. В основном это молодежь от 9 до 30 лет. Молодежь, студенты, которые любят, играют в баскетбол. Мечами мы им помогаем. Как я хотел, для стимуляции баскетбола у нас очень много есть таких механизмов в Одессе. Я уже говорил, что мы каждой команде даем мячи, но мы еще каждому победителю района, это у нас получается 21 район в Чувашской Республике, плюс 4 города, мы победителям всех этих районов даем кубки и медали среди мальчиков и девочек. И каждой команде медали еще. И получается, победителям зон, это где-то 12 у нас зон, мы дарим еще баскетбольную форму. То есть у нас как бы стимул в развитии баскетбола в Чувашской Республике. То есть поддерживаем, стимулируем им, что дети, когда отыграли даже первенство района, любого района, даже самоотдаленного, где мало школ у нас есть, они все равно получают кубки и медали. То есть у них какой-то стимул есть. Саниматься баскетболом. Понятно, что футбол у нас, стадионы есть, строятся базы. Баскетбол у нас, где хозяйская, где ваша база, база ястребов, где вы играете, где можно, куда могут прийти зрители. Вообще нужны ли вам зрители? Нам очень нужны зрители. У нас в прошлом году на играх Чебоксарских ястребов было большое количество зрителей. Спортивный зал даже на некоторых играх, которые были такие напряженные, ответственные, не мог вместить. Это Чувашский госпедуниверситет, 6-й корпус Чувашского госпедуниверситета. Это основная база Чебоксарских ястребов и дюршапы баскетбола имени Грекова. Как бы дополнительная база, тренировочная база. Ну, хочется верить, что в этом году мы будем играть в большом зале, в ледовой арене. Но у нас нет подготовленных таких специальных залов для зрителей, чтобы играли. Нет, мы как раз ледовая арена, Чебоксарная арена, в принципе, строились с таким расчетом, что на перспективе можно будет проводить разные спортивные матчи, в том числе по баскетболу, возможно, и по мини-футболу. В ближайшее время мы там запустим. Но на сегодняшний день, кроме Чебоксара арены, конечно, к сожалению, такого большого специализированного зала для проведения домашних матчей, как уже Сергей сказал, нету залов. Будем строить, будем развиваться. Нет, то есть вы показываете результат, вы строите, да? То есть все взаимосвязано. Я вот пользуюсь случаем, это вопрос не моего личного плана, а у нас на сайт много вопросов поступает. Пользуюсь присутствием заместителя министра. Хотел бы вопрос задать от футбольной общественности. Вот мы сейчас стадион олимпийский, довели, я считаю, до идеального состояния у нас и Кубок, командный чемпионат Европы был, и сейчас вот чемпионат России успешно проводится, вложены определенные средства, определенная огромная работа. Но у нас, естественно, интересуют не беговые дорожки, а идеальное футбольное поле или поле, которое в травяном состоянии находится. Давайте я сразу отвечу на этот вопрос. Да, да, вот хотел бы. Вот в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в регионах Российской Федерации будут создаваться учебно-тренировочные базы для команд-участниц этого чемпионата мира. И вот мы участвовали в конкурсе на право принятия вот этих команд, и у нас два стадиона попали в перечень учебных баз. Это стадион «Спартак», «Чебоксар» и наш стадион «Олимпийский». Есть там определенные требования к этим площадкам. Самое главное, конечно же, это установка естественного газона для проведения тренировок. И мы уже планируем с 2016-2017 года, ну, с 2017 года, в принципе, 100% мы должны эту площадку завершить и ввести в эксплуатацию. Работа уже, она начата, проектные работы мы уже введем. Где-то начало 2016 года рассчитываем на начало уже установки вот этих естественных футбольных газонов. Наши команды будут пользоваться этим естественным газоном? Конечно, конечно, конечно. Это наследие чемпионата мира же, оно остается, поэтому вот эти естественные газоны, конечно же, они нам очень востребованы, они очень нужны. И надеюсь, футбол получит дополнительный толчок именно благодаря таким спортивным сооружениям. Алексей Николаевич, 8 августа – День физкультурника. Давным-давно проводятся, постоянно традиционные мероприятия. Что ждет жителей республики в этот день? Вы знаете, практически в каждом муниципалитете, в каждом городе будут проводиться большие массовые спортивные мероприятия, спортивные праздники. Если взять Чебоксары, вот на стадионе Олимпийский мы запланировали большие спортивные состязания по баскетболу, вот оранжевый мяч у нас будет проводиться, и по пляжному волейболу, по легкой атлетике. Много будет у нас там соревнований проводиться среди ветеранов, среди детей. Поэтому, пользуясь случаем, хотел бы пригласить всех горожан прийти 8-го числа на стадион Олимпийский, поучаствовать в тех мероприятиях, которые я сегодня уже говорил. Это вот соревнования. Я так думаю, очень многие уже привыкли к Дню здоровья, когда могут посетить спортивные комплексы. Сегодня у нас будет плановый День здоровья, безвозмездное посещение спортивных комплексов. Так что, по всей республике, также Ледовый дворец, Чебоксары-Арена тоже будет оказывать безвозмездные услуги. Можно покататься. Добро, пожалуйста, конечно, можно прийти покататься. Единственное, только надо смотреть сеансы, как они начинаются, как они работают, чтобы можно было попасть конкретно в это время. И прийти покататься можно будет всем желающим. То есть, условия есть? Приходите, занимайтесь, приходите, играйте. Нужны только люди и средства. Совсем немножко. Спасибо большое за участие в нашей программе. Спасибо за откровенные разговоры. Я надеюсь, что в ближайшее время действительно и профессиональные игроки у нас появятся, и команды будут играть достойно. И, в принципе, для обычных людей, для обычных жителей Чувашьей Республики будет возможность прийти позаниматься тем видом спорта, который мы хотим. Спасибо за внимание. Спасибо, что были это время с нами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова